Они умеют не только охранять правопорядок, расследовать преступления и защищать Родину. Поменяв служебную форму на спортивную, они дружно вышли защищать честь собственных ведомств на поле для мини-футбола. Сосезание прошли во Дворце спорта юбилейный в честь принятия главного закона страны. Ведь в этом году Конституции России исполнилось ровно 30 лет. Это фундамент нашей страны. Я вас поздравляю с этим праздником. Хочу пожелать, чтобы, поскольку Конституция присутствует ежедневно в нашей жизни, чтобы и оберегает нас, защищает права каждого человека, каждого гражданина, всего общества Российской Федерации. Данное мероприятие, также хочу еще подчеркнуть, что проводится по инициативе Совета Судей Российской Федерации. Хотим поблагодарить их за такую инициативу. Пусть победит сильнейший. Хорошего турнира. Спасибо вам всем. Как отмечают сами участники, спортивные игры положительно влияют на взаимоотношения в коллективе. Ведь это возможность разнообразить рабочие будни и повысить уровень мотивации. А самое главное – улучшить коммуникацию между сотрудниками и создать приятную атмосферу для дальнейшей работы. Во-первых, это здоровый образ жизни, конечно же, поддержание своей физической формы. Во-вторых, это, конечно же, общение, новые знакомства с какими-то ребятами. Не пересекаемся в плане трудовой деятельности, знакомимся на футбольных полях. В общем, одни плюсы, положительные их эмоции очень много. Сегодня очень, на самом деле, значимое и прекрасное мероприятие. Речь идет о том, что мы празднуем принятие нами самого главного закона страны. На самом деле, это действительно, наверное, одна из самых правильных и лучших площадок для состязаний дружеских. Поэтому всем желаю удачи. Всем спасибо. С праздником. Участники девяти команд и силовых структур прикладывали максимум усилий, чтобы продемонстрировать свою подготовку. На поле шла упорная эмоциональная игра. В целом, спортсмены показали отличное владение мячом, соревновательный дух и волю к победе. Знаете, основная цель – это пропаганда спорта, здорового образа жизни. И, естественно, чтобы мы, благодаря такой спортивной игре, наладили еще более дружественные отношения с межведомственными организациями, с которыми мы ежедневно в работе сталкиваемся. Конечно же, участников команд пришли поддержать их друзья и коллеги. Благодаря чему дух единения и азарта присутствовал на протяжении всей игры. В результате состязаний первое место заняла команда управления федеральных служб войск Национальной гвардии. Второе – завоевала команда судебной системы. Ну а третье место досталось команде пограничного управления ФСБ России по КЧР. Беслан Туаршев и Линастежева, Ливан Задзами, Архив 24. Продолжение следует...